Всем привет! Сегодня затрону важную тему прыщи, уливая сыпь. Почему же они появляются? Как излечиться от них? Причины и образование. Хотите узнать? Тогда смотрите до конца это видео. Акне – это хроническое воспалительное кожное заболевание, которое возникает вследствие блокады волосяных фолликул, вследствие отмирания клеток эпидермиса, гиперфункции сальных желез и избыточного количества самого кожного сала. Как правило, прыщи бывают на лице, плечах, на спине. Акне бывают воспалительные и невоспалительные. Невоспалительные акне – это комедоны, а воспалительные акне – это пустого и папула узлы. Как образуется? Все потому, что избыточное кожного сала много, оно сгущает и образуются комедоны. Твердые сгустки кожного сала, происходит закупорка сальных желез, ну а потом происходит воспалительный процесс, вследствие бактериального поражения и действия их продуктов метаболизма. Что может дополнительно вызывать акне? Пищевая аллергия, некачественные продукты, чувствительность к определенным химическим веществам – это косметика различная на химии, шампуни, лосьоны и так далее. Ну и, конечно же, продукты, в которых очень много нитратов, фосфатов. В этом случае нужно употреблять настой овса, он хорошо вычищает нитраты и фосфаты. Продукты некоторые содержат гормоны, это тоже провоцирует акне. Продукты животного происхождения, которые тоже кормятся гормонами и антибиотиками, вследствие будет аллергия и тоже будут какие-то высыпания, дерматиты и акне. Стрессовое состояние – это фактор, который усиливает причины. Еще одна причина о недостатках витамина А. Витамина А можно либо принимать БАД, либо органический, либо, например, в перге очень много витамина А и моркови. Синтетически ни в коем случае не принимать, много очень побочки. Кто есть много сладкого, сахар белый, приводит к дефициту цинка, а он нормализует функцию сальных желез. Также цинк считается антипаразитарным. Еще один фактор – это гельминты и ленточные плоские черви. Обязательно два раза в год каждому человеку нужно проходить антипаразитарный курс и антигрибковый курс. У меня выложены видео с годкими травами, рецепты и лечебные грибы. Так что обязательно посмотрите. Повышенный тестостерон, недостаток витамина В3 и В5. Их можно найти в ростках Витгресс, например. Видео тоже у меня есть, я рассказывал об этом. Завышенный сахар в крови. Вы просто можете убрать сахар, смотреть на состав продуктов и у вас улучшится кровь. Нужно наладить уровень инсулина в крови и не допускать завышения количества. Жирная пища, жареная пища, проблемы с печенью будет. Нагрузка. Также нагрузку делают и алкоголь, никотин, антибиотики, лекарства различные. Это все идет на удар по печени, которая не справляется вывести продукты распада. И уже получается, выводится через кожу и появляется акне. Нужно обеспечить правильное питание и правильное совмещение продуктов питания. Есть у меня видео, где я рассказываю, почему нельзя есть углеводы с белками. Обязательно это посмотрите, чтобы не было никаких заболеваний желудочно-кишечного тракта. Обязательно употреблять крестоцветные, можно все виды, особенно брокколи. Оно еще считается антираковым. Также еще влияют на акне, это гормоны роста. Ну и вообще нужно проверить сахар и знать, сколько у вас сахара в крови. У спортсменов это анаболические стероиды и гормоны роста тоже усиливают акне. Кремний органический. Можно сделать шунгитовую воду. Мощное противоспалительное средство. Значит, рецепт 200 грамм шунгита на 500 миллилитров воды. Воду настоять 5 суток и умываться. Также можно пить шунгитовую воду. Хорошо еще почистить от залежей желудочно-кишечный тракт полностью. Выпить касторовое масло. Потому что зачастую человек забывает чистить желудок и все отделы. Но не забывает почему-то наводить красоту внешне. Можно взять из аюрведы маску из куркумы. Отличное средство. Также употреблять спирулину и хлорелу. Особенно осенью и зимой, когда нет нормальных овощей и фруктов, ягод. Там очень много минералов и особенно витамины группы В. Ну, в общем, вы поняли, что делать. Надо убрать причину. Можно уменьшить продукцию кожного сала. Обеспечить организм питательными веществами. Гигиена кожи. Можно, кстати, еще добавить перекись водорода. Точечное наносить на акне 2-3 раза в день. Она является противомикробным средством. Убрать хотя бы на месяц, где содержится сахар. Это кондитерские, хлебобулочные изделия, молочные. И уже у вас будет намного лучше кожа. Бывает порой, что человек просто убирает даже молочные продукты, например. Ну и сахар. И сразу же эффект колоссальный. Кожа намного чище становится. Человека просто не узнать. Ну, теперь вы все знаете об этом. Всем пока. Продолжение следует...